Калейдоскоп ужасов. Лента 1982 года выпуска, просмотренная вдоль и поперек всеми фанатами хорроров. Истории из этого фильма рассказывались даже в качестве страшных баек в пионер-лагерях. Ленту ставят в пример, когда речь заходит о фильмах в стиле альманах ужасов. Да и Джордж Ромеро доказал, что ему подвластен материал не только про выживание в мире населенном зомби. Именно такой должна быть, на мой взгляд, лучшая антология ужасов, когда-либо из снятых, при участии автора романов ужасов Стивена Кинга и режиссера жанра хоррор Джорджа Ромеро. Два талантища объединили свои усилия, чтобы создать действительно интересные и страшные, а иногда и забавные истории ужасов. То, что делает калейдоскоп ужасов, действительно выделяет его среди всего вороха подобных фильмов альманахов. Это своеобразная, забавная дань уважения к классическим комиксам ужасов периода 50-х годов. В самом кадре же стилизованные под комиксы книжные знаки, окружающие определенные кадры фильма, в стиле, опять же, комиксов. Начальные титры, трафаретные надписи, заключенные в пузыри вокруг персонажей. В каждой истории ситуация мастерски доводится до своего накала. Благодаря фантастической, по сути, режиссуре, интересные персонажи, прекрасно подобранные актеры и одни из лучших спецэффектов, которые когда-либо украшали фильм ужасов. Перечислив все это, можно задать зрителям моего обзора несколько вопросов. Тем самым, ответив на них, вы поймете, ваш ли это фильм, для вас ли он. Вы готовы видеть, как еще молодой светловолосый Эд Харрис будет раздавлен массивным надгробием? Вы готовы увидеть, как покойный Лесли Нильсон похоронит Теда Дэнсона в песке? Готовы ли вы увидеть тоже уже покойного ветерана Голливуда Эй-Джи Маршалла, атакованного и убиенного тараканами, которые потом вырываются из его груди? А как насчет режиссера ужасов Джона Карпентера? Вернее, его тогдашней жены Эдриан Барбо, съеденный живым монстром в ящике. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы автор ужасов Стивен Кинг превратился в кусок ходячего мха после того, как коснулся космического метеора, упавшего на его ферму? Согласны ли вы увидеть, как Тома Аткинсона убивают с помощью куклы Вуду? Если в большинстве вы все же ответили «да», я хочу это видеть, то фильм для вас. Картина выгодно идет от одной истории к другой, не позволяя зрителю заскучать. Казалось бы, вы погружены в одну историю, как вдруг уже слушаете следующий рассказ, который ревностно старается стать для вас интереснее предыдущего. Упомянутые выше актеры разбавляют своим присутствием этот своеобразный кинонапиток в стиле кровавой мэрии. Этот фильм является первой сценарной работой Стивена Кинга. Блестяще продуманные истории на грани юмора и ужаса листают страницы киноальмонаха практически незаметно, так как время просмотра пролетает весьма быстро. Сам Стивен Кинг также появился в одной из ролей, прекрасно сыграв недалекого чудаковатого фермера, подвергшегося космическому излучению. Кстати, стоит отметить, что у Стивена Кинга жуткая аллергия на грим, и поэтому он реально рисковал своей жизнью, когда его гримировали в мох, естественно, перед этим нашпиговав его противоаллергическими уколами. Стоит отметить прекрасные спецэффекты, курировал которые земляк Джорджа Ромеро Том Савини. Монстры, утопленники и раны выглядят просто сногсшибательно. Сам Том Савини появился в роли одного из мусорщиков, с интересом листавших выкинутый комикс. Из любопытных камео, наверное, стоит еще упомянуть сына Стивена Кинга, который сыграл мальчишку в прологе и эпилоге. Одно время я считал эпизод с тараканами одним из самых слабых, но, столкнувшись как-то с этими тварями в жизни, я понял, что они действительно заслуживают быть звездами в каком-нибудь омерзительном фильме ужасов. Так что тараканы в подобном жанре – это не отстой. Всегда и всех радовало и удивляло появление Лесли Нильсона в калейдоскопе ужасов. Но в одном из обзоров я как-то упоминал, что талант комиков кино в нем открыли в начале 80-х, а до этого роли серьезных героев или отъявленных злодеев ему удавались весьма прилично. Про участие жены Джона Карпентера в съемках я уже упомянул. Достаточно любопытен сам ящик с существом в истории под названием «Ящик». На нем указана фамилия Карпентер. Ящик был найден в одной из экспедиций на Северный полюс. В то время Джон Карпентер снимал свое нечто. Также про существо, убившее всех членов полярной станции. Так что можно сказать, это своеобразная пасхалка. Кстати, в одной из серий «Ходячих мертвецов» появился ящик из калейдоскопа ужасов, а также существо, напоминающее монстра с обложки комиксов «Калейдоскоп ужасов». Также пасхалкой и приятным маленьким камео можно считать участие в ленте «Звезды рассвета мертвецов» Гейлен Росс в роли утопленницы. Эта картина явилась практически одним из первых фильмов ужасов, которые я увидел в своей жизни. Лента познакомила меня с творчеством Джорджа Ромеро и Тома Савинни. А также я открыл для себя, что Стивен Кинг снимается в кино. Спустя годы лента, являющаяся практически моей одногодкой, все так же шагает в ряду с другими достойными фильмами в подобной тематике. Я думаю, многие бы из нас, фанатов ужасов, порекомендовали бы картину в числе тех, которые стоит посмотреть, дабы понять, что такое хоррор-фильм 80-х. Именно здесь можно наблюдать прекрасные образы, созданные с помощью грима и прочих средств спецэффектов. Лично я, конечно же, буду воспринимать и знать Джорджа Ромеро по его культовым лентам о мертвецах, но также никогда не забуду, что именно он снял страшный, запоминающийся, интересный и необыкновенный калейдоскоп ужасов.